меня зенитка сбила стрелок прыгай прыгай я выпрыгнул уже можешь прыгать тоже стрелок но он вроде выпрыгнул слушайте он парашют да стрелок успел задача была не выполнена видимо еще вот этих вот эти штуки надо сейчас мы короче с этого стабельного тут подожгем оставшиеся бомбардировщики гранатами закидаем а нет все не дали гранатами закидать подавление павел спасибо хоть какой-то значок дали оценили так ну давайте по заставкам пройдемся первая глава 1942 год керчь харьков севастополь воронеж следующая цель немецкого наступления сталинград 17 июля проходят первые боевые столкновения в 8 километрах юго-восточные станции морозовской 22 августа 6 немецкая армия форсирует дон и захватывает плацдарм шириной 45 километров 23 августа самолеты 4 воздушного флота подвергают сталинград варварской бомбардировке несмотря на противодействие советской авиации и зенитной артиллерии в считанные часы город превращен в руины десятки тысяч мирных жителей гибнут в огненном смерче с 14 сентября по 20 ноября немцы предпринимают 4 кровопролитных штурма сталинграда жуткая изнуряющая борьба в воздухе и на земле положение критическое но никто не помышляет о сдаче города врагу отступать некуда за волгой для нас земли нет 19 ноября 1942 года после мощной артиллерийской подготовки войска юго-западного и донского фронтов переходят наступление и прорывают оборуду противника на всех участках наступления 20 ноября войска сталинградского фронта наносит удар южнее города и обладевают переправой у калача 23 ноября советские войска замыкают кольцо окружения в между речи Волги и Дона как покажут будущие события катастрофа неминуема кольцо замкнулось Адольф Гитлер принимает решение снабжать окруженную группировку по воздуху с 24 ноября 1942 года начинает работать воздушный мост в ответ советская авиация перехватывает транспортные самолеты противника снабжение ухудшается запасы быстро сокращаются Люфтваффе не в состоянии выполнять возложенные на нее задачи к окончанию действия воздушного моста немцами было потеряно 269 юнкерсов 52 и 169 хенкелей 111 Утром 12 декабря 1942 года группа армий Дон начинает операцию по деблокированию 6 армии Ожесточенные бои вспыхивают с новой силой К 20 декабря до Сталинграда всего 48 километров но пробить коридор к осажденным уже невозможно 16 декабря начинается операция Малый Сатурн А 24 советский танковый корпус дерзко врывается на один из основных аэродромов снабжения 6 армии 25 декабря попытка спасти окруженную группировку полностью проваливается вот так то блин копейки какие то остаются привет палпс фризит не знаю у меня вот потерь кадров нет фиг знает может и фризит блин ну тут я не знаю копейки сложно очень в четвертой главе вообще жесткая сложность пошла ничего нормального не получается выполнить истребители там истребительные миссии там вообще какая то жуть посылают перехватить штурмовики прилетаем в точку там истребителей куча просто причем парами работающих а нас двое всего лишь короче ну а давайте попробуем перехват перехват так перехватить штурмовики короче засаду на засаду нас постоянно посылают какую то перехватить штурмовики а там блин 8 истребителей так ладно пускаем бомбометание там скучно я в принципе так уже разобрался с этим бомбометание там набор идет набор высоты 5000 метров набираешь потом встаешь на курс все это держишь скорость постоянную чуть-чуть там смещаясь по курсу настраиваешь ветер ну в этом на бомбовом прицеле ветер курс угол удобом ну короче короче это минутам 40-50 лететь просто ну не 40-50 но полчаса точно если не больше если истребитель на истребителе мы тоже полчаса летаем в принципе но тут хоть какие-то бои а чё показать показать драгрон просто бомбовый прицел этот я просто у меня бомбометание это не настроено я просто пробовал летать именно крутилки вертелки почитал как правильно это все делать там ветер высчитывать и так далее чтоб вот именно задание выполнять я не смогу наверно выполнить задание просто показать пешку уже вроде показывали там как настраиваешь полчаса и один раз на кнопочку жмешь сброс и все весь экшен бомбы сброшены возвращаемся домой так что я заговорился и сейчас у нас тут покарают так баклан видит цель пристраиваемся за бакланом только пойдем немножко выше то знаю этого баклана он постоянно идет в лоб на восьмерку штурмовиков я как дурак за ним пристроюсь и блин все так что Ага, вот Одиночная цель на этот раз Повезло Относительно Не, слишком маленькая высота Теряется и все тут Так точно не потеряется Пометили противника О, и наш бот его сразу Подсосал Гад Блин, ты падла, блин Не дашь мне пройти эту главу Если будешь так фраги тырить каждый раз Спасибо, блин Все, он забрал Ну, засчитали Не мне Гад Ладно, черт с тобой Тут еще куча истребителей Будет по этому По курсу Давайте На базу вернемся Точнее возьмем курс Домой С превышением По высоте Пойдем 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 привет атака да, в миссиях только боты не в миссиях, а в компании прохождение совместки нет но есть отдельный сетевой мультиплеер там просто карты просто бои сбили, через 5 минут появляешься, опять взлетаешь опять сбили и так далее продолжается бесконечно но какого-то дискомфорта я тут не чувствую потому что боты-эксперты намного даже лучше порой и меня летают истребители в особенности их очень сложно сбить сложно от них уйти если они сели тебе на 6 а если ты им позволил дать хотя бы один залп что они 100% попадут в тебя нет, ну есть конечно там, то есть карта в мультиплеере естественно тоже с наземными целями с танками и так далее то есть просто собираются люди и летят выполняют задания как бы сами для себя определяют ну и плюс на карте тоже описание там в таком-то квадрате там то-то, то-то есть и такое просто мало этого не всегда есть допустим вот днем я когда начал стримить 4 часа назад на сервере было 3 человека в 5 часов дня поэтому говорить что это есть вот прям вот зашел в игру есть нету а вот вечером можно а если допустим вот отче пишет что есть он наверное имеет ввиду сквады а я например не хочу в сквад никакой вступать вообще ни с кем разговаривать там что-то хочу чтобы как в старом Иле была миссия какая-то большая шли танки там и так далее и тому подобное это все 24 часа в сутки отслеживалось было бы круто то есть там война фронт менялся постепенно игроки играли по-моему с удовольствием в этот режим без всяких сквадов там единственное что в TeamSpeak заходили не нормально хотя здесь тоже наверное такое есть там TeamSpeak постоянно висит в принципе на карте но онлайн почему-то низкий даже в старом Иле я днем заходил нормально было там 15 на 15 хотя нет я имею ввиду что это все есть я имею ввиду что что прям вот организовано так только склады летают интересно ну то есть там колонна бомбардировщиков идет там с прикрытием да даже менять линию фронта я Максу сказал давай полетаем он что-то пока не хочет мне одному мне там невозможно летать во-первых у меня фритрека нет я когда заходил летал было очень сложно вот ну я сбивал кого-то но это наверное уж совсем такие новички как я были вдвоем все-таки попроще будут пара летать но он пока что-то не хочет в последний раз когда я летал какая-то мясорубка происходила я на ближнем аэродроме появлялся подскока взлетали мы там нас волчили мы отбивали атаки прикрывая наших на взлете нет этот майк привет этот Ил-2 не Гайджины делали этот Ил-2 делали те люди которые делали старый Ил-2 ну да вот скорее всего я заходил грубо говоря где были люди их всего два было один по-моему какой-то Винкс там крылья чего-то там а второй дедовский сервер вот всего два сервера было это вечером на которых были люди на остальных было по одному человеку написано ну я говорю надо попробовать но я один не полечу а с кем-то со стороны тоже не хочется как-то с Максом вроде слетанность такая есть и вообще уже люди знакомые а с кем-то чужим полетать неохота понятно зипи а вот это онлайн да ну вот сервер я смотрю нормал 20 человек на эксперте 4 человека но это не нормал вот че согласись на эксперте 4 человека летает и вон wings of liberty вот там тоже постоянно народ есть не я в аркаде там не летаю не летаю привет амотом сегодня вечером пока ничего пока ничего не планирую что-то я устал не ну к 8 часам будет скорее всего я например л-2 в 8 часов вечера не стримлю потому что у меня 8 часов вечера обычная стратегия по расписанию а илок я рано утром летаю и вот днем ваху да блин нет ваху что-то я уже устал у меня башка я 4 часа стримлю амотал ил-2 вот все никак не можем закрыть главу четвертую и перейти в пятую последнюю главу ваха блин мозг разрывает своими этими скриптами постоянными битвами выигрываешь выигрываешь а тебе потом еще подкидывают пару двадцаток котиков я вон стримлю котиков у меня токен в хвосте самолета говорит что самогон распивает в хвосте летит говорит форточку открой то жарко мы подлетели на аэродром уже подлетели в хвосте в хвосте в хвосте Продолжение следует... 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 Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok